Подъем газпереворотом Каракас заявил о попытке Пуча в стране. Затянувшийся государственный переворот в Венесуэле 30 апреля вышел на новый этап развития. После видеообращения лидера оппозиции Хуана Гуайда к венесуэльской армии с призывом выйти на улицы официальный Каракас объявил о попытке Пуча с участием военных предателей. Как заявил известием посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фария Тортеса, сейчас речь идет о помощи со стороны небольшой группы младших военнослужащих. На данный момент неизвестно, насколько масштабную поддержку Хуану Гуайда оказывает венесуэльская армия, однако, как заявили опрошенные известиями эксперты, ситуация складывается непростая, ведь именно вооруженные силы могут определить исход внутри политического противостояния. Переворот 2.0 Отворот-переворот Каракас заявил о провале попыток свергнуть власть. Сотрудничество России и Венесуэлы, несмотря на нестабильность в стране, идет в рабочем порядке. Мы информируем народ Венесуэлы о том, что в настоящее время мы противостоим и останавливаем небольшую группу военнослужащих предателей, которые прибыли на место транспортной развязки Альтамира, чтобы содействовать государственному перевороту против Конституции и мира в республике, говорится в сообщении министра коммуникации и информации Венесуэлы Хорки Родригеса. Официальный Каракас призвал народ оставаться в полной готовности, чтобы вместе с вооруженными силами предотвратить попытку переворота и сохранить мир. Ранее 30 апреля спикер Национальной Ассамблеи, Однопалатный парламент, находящийся под контролем оппозиции, Хуан Гуайда опубликовал в Twitter обращение к армии с призывом 1 мая выйти на улицы, чтобы покончить с узурпацией в стране. На видео вместе с политиком запечатлены группа военных и лидеры оппозиционной партии «Народная воля» Леопольда Лопес, который в 2014-м руководил антиправительственными манифестациями и был приговорен к 13-му годам и 9-ти месяцам лишения свободы с переводом под домашний арест в 2017-м. По сообщениям Associated Press, из-под стражи его освободили военнослужащие. Таким образом оппозиционеры объявили о завершающей стадии операции «Свобода», начало которой было положено месяц назад. Венесуэла-2. Хуан Гуайда во время обращения к своим сторонникам в Каракасе фото Reuters, Carlos Garcia Rulins Обращение было записано на авиабазе Лекарлота имени генералиссимиса Франсиско Диэмиранды в Каракасе. По словам посла Венесуэлы в России, оппозицию поддерживает лишь небольшая группа военных. Боливарианский тупик, двоевластью в Венесуэле не видно конца. Хуан Гуайда объявил о решающей фазе в отстранении от власти Николаса Мадуро, но армию Венесуэлы это не впечатляет. Эти военные, судя по фотографиям, находятся за пределами военной базы, сказал известным Карлос Рафаэль Фаррио Тортаса. Оппозиционеров сопровождает очень маленькая группа младших офицеров. Непонятно, как они планируют собрать вокруг себя силы, если в их числе нет головнокомандующего, который мог бы ими руководить. Конечно, это попытка военного переворота, но он как начался, так и закончится. Позднее стало известно, что вблизи этого объекта против оппозиционеров и находящихся с ними 70 человек в военной форме был применен слезоточивый газ. Реакция венесуэльских властей этим не ограничилась. Государственный интернет-провайдер заблокировал доступ к социальным сетям Twitter, Facebook и Periscope. Для обеих сторон решающую роль играет использование современных информационных технологий, сказал известным эксперт Риси Игорь Пшеничников. Оппозиции они необходимы для нагнетания массового психоза и создания видимости своей победы, а властям с целью оперативного опровержения этой информации. Венесуэла, подчеркивание 4. Военнослужащие армии Венесуэлы около авиабазы Локарлотта имени генералиссимиса Франсиско Диэмиранды в Каракасе фото Ройтерс, Мануэл Юр Квинтеро Арестный ход, почему Хуана Гойда не задержали на границе Венесуэлы. Оппозиционер снова в стране, и это невыгодно официальному Каракасу. Глава Минобороны страны Владимир Падрино Лопес в ответ на призывы оппозиции категорично заявил, что венесуэльская армия сохраняет верность Конституции действующему президенту Николасу Мадуро. По его словам, обстановка в военных частях остается спокойной. Отвергаем это пучистское движение, которое стремится заполонить страну насилием, подчеркнув в своем заявлении министр. Вскоре стало известно, что сторонники Хуана Гойда начали перекрывать улицы Каракаса. Военные, поддерживающие оппозицию, отмечают себя фиолетовыми лентами. По сообщениям испанских СМИ, ими был задержан генерал Карлос Армас Лопес, глава госкомпании «Кавин», которая отвечает за поставки вооружения военным силам Венесуэлы. Сообщается о баристах на контрольно-пропускных пунктах в Каракасе военных, поддерживающих Николаса Мадуро, и звуках автоматных очередей на улицах столицы. Взгляд извне. Положение в стране складывается крайне опасное, считает Игорь Пшеничников. По его словам, решительные действия Хуана Гойда, произведенные при поддержке Соединенных Штатов, направлены на обострение внутренней ситуации, которое в дальнейшем привело бы к свержению действующих властей. Венесуэла, подчеркивание 1. Против оппозиционеров был применен слезоточивый газфото, Ройтез, Карлос Гарсио Рулинз, переходят границы, действия Хуана Гойда и США грозят Венесуэле войной. Лидер венесуэльской оппозиции Соединенные Штаты готовят почву для силового урегулирования кризиса в стране. За обстановку в Венесуэле сейчас пристально следят во всем мире. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на заседании Совета Безопасности Владимир Путин уделил большое внимание ситуации в этом государстве. При этом, как заявили в посольстве РФ в Венесуэле, российские военные специалисты, находящиеся в стране, вмешиваться в события в Каракасе не собираются. Представитель Белого дома Сара Сандерс также сообщила, что американского лидера Дональда Трампа уже проинформировали о происходящем. В свою очередь, глава МИД Колумбии Карлос Ольми Струхиля объявил о срочном созыве группы Лимы, чтобы вновь выступить в поддержку возвращения демократии и свободы Венесуэли, а президент этой страны Иван Дуки обратился к венесуэльцам с призывом отвергнуть диктатуру и узурпацию со стороны Мадуро. В этом его поддержал и помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, призвавший военных перейти на сторону Хуана Гуайда. При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты стоят на стороне народа Венесуэлы. Венесуэла, подчеркивание 3. Сторонники оппозиции прячутся от военных армий Венесуэлы рядом с авиабазой Ла Карлота имени генералиссимиса Франсиско Диэмиранды в Каракасе. Фото, Ройтерс, Юэз Лаймас Лино, поставили перед выходом, почему Венесуэла покидает ОАК. Боливарианская республика на фоне экономического кризиса отпразднует разрыв с крупнейшей организацией Северной и Южной Америки. Над Хуаном Гуайда с начала марта висит угроза ареста за то, что он, вопреки решению Верховного суда на выезд за границу, отправился за гуманитарной помощью в Колумбию. Предполагалось, что его задержат по возвращении в страну, однако этого не произошло. В итоге Верховный суд попросил Конституционную ассамблею, контролируемую сторонниками Николаса Мадуро, лишить лидера оппозиции неприкосновенности. По словам профессора Мгему Владимира Сударева, выход на улицы 1 мая для оппозиционера может быть чреват арестом. Отвечая на вопрос известий, почему Хуан Гуайда до сих пор так и не был задержан, эксперт объяснил, что таким образом официальный Каракас не хочет провоцировать Соединенные Штаты, которые обещали отреагировать на возможный арест оппозиционера. При этом речи уже не идет о военной интервенции, ведь война с венесуэльскими ВС и гибель американских солдат невыгодны Дональду Трампу с внутриполитической точки зрения, подытожил эксперт.